И сегодня суд принял решение по делу туристической фирмы Нероли. Шесть с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывать наказание осужденное будет в исправительной колонии общего режима. Таков приговор Ольги Ивановской, которая стояла во главе компании. Разбирательство по делу длилось несколько лет. Десятки пострадавших и большой ущерб. Проблемы с этой компанией не единожды поднимали наши журналисты. Разобраться с ситуацией пытались несколько лет. А вот сейчас, казалось бы, все разрешилось. Но многие так и не смогли вернуть свои деньги. Карина Пашкова продолжит. Истории у всех пострадавших весьма похожи. Различаются лишь направления и суммы, которые были переданы руководителю туристической фирмы. Одни хотели улететь в Израиль, другие собирались в Грецию. Некоторые оплатили путевки в санатории в Беларуси. Однако финал оказался одинаков. Следующая встреча с представителем компании у туристов состоялась лишь в суде. Для клиентов турагентства Нероли эта история затянулась на три года. Поездки у людей так и не состоялись. Да и деньги пока никто не вернул. Наталья в фирму обратилась в 2014 году. Хотела с дочерью отправиться в Израиль. Причем за год до несостоявшегося путешествия женщина уже ездила с этой компанией в том же направлении. И нареканий организация не вызвала. Потому во второй раз посоветовала и подругам обратиться в проверенную фирму. Мы сделали ей предоплату. Она сказала, что путевка будет стоить дешевле, если мы сделаем предоплату. И в марте месяце мы с ней заключили договора. Подруги даже внесли полную стоимость. А мы заплатили сначала 70% стоимость путевки. Это было 1800. И в июле доплатили ей 850. И она вот уже зная, что на суде, она ответила, что поездка не состоится, она знала уже в августе. Но даже несмотря на это, и в августе, и в сентябре она собирала с людей деньги. Вскоре телефон Ольги Ивановской перестал принимать звонки. А позже и двери офиса оказались заперты для клиентов фирмы. Причем даже для тех, кто уже внес за будущий отдых внушительные суммы. А таких, как выяснилось позже, было уже немало. Я должен был улететь в Израиль, как и все, в октябре месяце 2014 года. Потерял я 1250 долларов. В итоге клиенты отправились за помощью к правоохранителям. Причем с каждым днем количество пострадавших росло. Ивановскую Ольгу Ивановну признать виновных покушений на завладение имуществом путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере. И на основании части 1 статьи 14, части 4 статьи 209 УК Республики Беларусь назначен наказанием в виде решения свободы сроком. На 6 лет 6 месяцев с инфискацией имущества с отбыванием наказаниями в правительственной колонии в условиях общего режима. Под стражу экс-директора туристической фирмы взяли прямо в зале суда. До этого женщина находилась под домашним арестом. Нужно сказать, стороны могут обжаловать приговор. На это у них есть 10 дней. Карина Пашкова, Юрий Сахадзе, Зона Х.